МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рай госадминистрации. Добрый вечер. Доброго дня. Ну, начнем, прежде всего, с вашей личности, потому что для меня немного странно, на самом деле. 26 лет, а вы уже возглавляете район, количество жителей, которым сколько? 27 тысяч. 26 лет и 27 тысяч человек от вас зависит. Зависит в прямом смысле, потому что их качество жизни, их судьбы, будущее района, они с ним связаны очень плотно. Вы можете приехать, уехать, возможно. Вот сейчас это и обсудим. Итак, какой у вас опыт для того, чтобы управлять таким большим организмом? Досвід мой начался еще с школьных роков. Я занимаюсь городской деятельностью уже больше 10 лет, в разных городских организациях, начиная с молодежных, заканчивая политичными. Останнее место моей работы, это я 3 года был помечником народных депутатов, працював сам в районе, я не был в Киеве, я працював с людьми. У меня юридичная вищая освета, я навчался в Львовском Державном университете внутрішних справ и близко 2-х роков працював в правоохранных органах. У меня такая система поединена, я завжди всю свою деятельность была связана с людьми. Також я останні 5 лет перед тем, как приехать сюда, в Одессу, я был депутатом районной ради у себя в районе, главой комиссии с вопросом законности. И снова же таки, депутат органов местного самоврядувания и выконавчей влады я знаю достаточно. Хорошо. Деятельность органов местного самоуправления вы знаете хорошо, а вот жизнь Ширяевского района насколько хорошо вы знаете? На сегодня я уже знаю досконало. А на момент вашего приезда? На момент моего, я был, честно говоря, первый раз я приехал, когда меня знакомили с государством, то второй раз я приехал, когда меня уже призначил президент на посаду. Вот. В этом были свои плюсы и минусы. Серед плюсов это было то, что я не был привязан к местности, я приехал, для меня все были равные, и не было там своих домовленостей, интересов. Это мне, конечно, помогало. И еще до сих пор помогает, потому что кто бы до меня не приходил, я до всех ставлюсь одинаково, потому что они для меня все одинаково. Правильно ли я вас понимаю, что если бы вы родились в этом районе, у вас же уже были бы к тому моменту договоренности, интересы? Нет. Ну, на самом деле я... То есть вы просто разделили, раз я там не живу, значит, у меня нет договоренностей, интересов. Если бы жили, значит, были. Логично? Нет, не логично. Существует в том, что большинство людей так думает, и если бы я был в себе в районе родном, то я бы набагато эффективнее работал, потому что я бы знал все, что происходит в районе и до того. И для меня, по сути, не имеет значения, там, какие-то дружные, товарищеские отношения. Это дружба, есть работа, и они должны быть объединены. То есть вы сейчас сами сказали, что если бы в своем районе работали, у вас бы работа получалась эффективнее. Значит, в Ширяевском работаете не так эффективно, как хотели бы? Не так быстро, как бы хотелось. Тобто, мне пришлось все-таки первые два месяца присвятить полностью ознайомлению с районом. Я объехал по несколько раз все сельские ради, встречался с людьми. Насправді, это заняло мне достаточно много времени, хотя эти первые два месяца были ключевыми, так как я сейчас это все понимаю, потому что тогда происходили местные выборы, которые я, скажем так, от которых я трошки отмеживался через свое незнание особенностей местного населения. А какие теперь вы знаете особенностей местного населения в Ширяевском районе? Теперь я понимаю, что та информация, которую мне доносили про то, что выборы в Ширяевском районе проходят честно и прозоро, что это все неправда, что те 10 поведомлений про подкуп выборцев и тиск на кандидатов и депутатов, которые в результате снялись с выборов, что это была правда, а не подстава, как мне сказали правоохранные органы. Что те люди, которые были в списках, например, той самой «Солидарности», которая является дружной партией, скажем так, с органами влади. Я, конечно, спілкувался с этими людьми, я их не поддерживал, но, в принципе, мы могли каким-то чином давать свои рекомендации. То есть это все я пропустил, и в результате у нас есть четыре депутата от «Солидарности» из 26, что есть очень мало. У нас есть найвищая явка в Одесской области, которая на 10% превышает среднюю область, а это означает, что это все люди были проплачены. И в результате сейчас я имею такие политические процессы в Раде, при которых я не могу полностью пропонировать полностью механизм действий администрации, для того, чтобы он был подтвержден. Вы сказали, четыре из 26 – это мало. Почему мало? Это оценочное осуждение на основании чего? Вы знаете, какая сейчас… То есть остальные априори раз другие политические силы, значит, они уже будут либо оппозиционные, либо работать себе на карман, а вот эти четверо будут работать на благо района, и поэтому их мало. Вы так логически считаете? На самом деле, даже, ну, смотрите, если бы брать суту политическую систему Украины, мы можем перенести там с Верховной Ради на место. Сейчас Кабинет Министров не имеет поддержки в парламенте, и, соответственно, он бездействительный в результате. Так же и администрация. Если администрация не сможет до конца пропонировать все свои заходы через Раду пропускать, то, соответственно, процессы измен будут происходить, но они будут происходить на много повильнее, чем того хотели бы. И я это могу точно сказать, потому что за тихи шесть месяцев, которые мы перебиваем при посадах, при сприянной районе Ради, если это какие-то районы, они втяжутся свои задумы сразу. Мне же доводится достаточно долго переконовать, або взагалі поднимемся, как будет завтра сессия происходить, и прислушаются депутаты до тех программ, и до того проекта бюджета, изменения к бюджету, который предлагает администрация, который для нас очень важен. Но я не уверен, что он найдет достатную поддержку в сессийном зале. Вы, когда вступили в должность, вы сильно поменяли структуру, либо решили договориться с существующими вертикальными властями? Что касается администрации, то первые два месяца для меня были экспериментальными. Я смотрел за тем, как себя поводят работники. В результате я принял решение ближе до конца года, и 25 работников администрации за сгодой сторон, они были звольнены. В результате, сейчас, на данный момент, в Ширяевской администрации наиболее вакансии, поревняно с другими районами администрации в Одессе. И сегодня я, после вашего эфира, буду в Одессе администрации, для того, чтобы забрать новую штатную структуру администрации, где изменены управления, где какие из них объединены. И мы будем этот процесс продолжать дальше. Давайте немножко еще вернемся к вашей личности, к такому, как называемому, бэкграунду. Мы не раз общались в этой студии с представителями районов Одесской области. Знаете, скажу эмоционально, пусть покажется эмоционально. Все кажутся такими белыми, пушистыми, готовые менять районы на лучшее, прошли по честному конкурсу. Потом вдруг случайно всплывает, что у кого-то родители очень непростые люди, у кого-то жена депутата Верховной Рады. Почему-то случайно так произошло, что человек победил. Ну почему произошло, не вникаем. У вас родители и жена кто? Мои батьки. Мама працюет в кооперации. Голова Шклевского споживчого товариства. Это одна из... В районе, если и кооперация, это одна из подразделений. А батько працюет на виробничном предприятии «Сирка». Вон, правда, уже давно сирку не выдастся, но на основе него было побудовано моё рідное место Новояврівск. Вам, напевно, воно знайомо, там Скребін народился, ну еще декілька особистостей, відомых. Тобто, він просто працює начальником дільниці. В принципі, вони до того не мали ніякого відношення. И сказал им про то, что я еду в Одесскую область працювати. Після 19 серпня. 19 серпня я был в Ширяево. Після того я приехал, я уже точно знал, что я иду сюда працювати. И я тогда сказал своим батькам. То есть до того знали про это только моя дружина. А моя дружина працюет в Национальном университете Львовской политехнике, выкладывает социологию. То есть вы разделились сейчас с семью. Вы ради политической карьеры, политической, адміністративной карьеры, по сути, уехали вообще в другой регион страны. Да. Ну, в том плане, если дружина меня, скажем так, поддержала, то я не был уверен в том, что батьки, скажем так, одобрять то, что я еду так далеко сам и в такие структури. То есть я в себе в районе займал достаточно жесткую позицию стосовно коррупции, схем и тому подобное. И этого уже было достаточно для того, чтобы сумнятиться, что воно взагалі нужно. Потому что есть разные моменты. А тут ехать взагалі в другую область. Это, ну, я, скажем так, больше переживал за то, чтобы они не переживали раньше времени. А сейчас у них уже есть основания переживать за вас? А они далеко не знают про то, что происходит. А что происходит? Вам угрожают в районе? Нет, пока что не угрожают. Я думаю, что угрожать не будут, потому что я про это сразу відверто заявляю. И, в принципе, мне угрожать сенсу нема. Ну, если хотят, чтобы про них дознались другие структури, которые отвечают за нашу безопасность. А стосовно всех остальных процессов, например, завтра будет один из вопросов это звезд главы администрации, тобто мой звезд. Причем, звезд за 2015 год, который уже был принят, еще 19 сентября. Питание было поднято в ответ на ту коллегию, которую я провел 3 березня, где я зачепил тех людей, которые близки районной рады. Насколько я понимаю, потому что там абсолютно зеркальні вопросы, соответственно, что я проводил. И, насколько мне видимо, там ездят среди депутатов и переконуют их про то, что нужно голосовать за недовіру мне, как главы администрации. Что, по-вашему, послужило причиной для этого? Если прямо говорить, то это то, что я не подконтрольный районной рады. И никогда подконтрольным никому не буду, окрім тех людей, которые предбачены, ну, тех органов, которые предбачены в Конституции. Это и Кабинет Министров, и Президент. Ну, и, соответственно, главы областной администрации по вертикали влады. То есть, на данный момент у вас уже были какие-то столкновения интересов? У меня не может быть извинения интереса, потому что ваш интерес, это может быть развитие района, это повышение благосостояния, а у них интересы, ну, предположим, набить свой карман, да, я бы говорим грубо, столкновения интересов в данном случае на лицо? В том плане были. В принципе, они были не настолько серьезными, я скажу так, они больше были в плане публичности. Например, проводились свята, там перетягивали ковдри, кто там организовывает, кто-то свято, кто не организовывает, но для меня это не важно. Но было несколько моментов там, и стосовно рейдерского захопления земли, я по-инакшому это назвать не могу, и стосовно там распределу бюджетных костей, областного бюджета, яких происходило, не так, как мало было бы в действительности. Потому что все камни летят в адміністрацию, если что-то не так, а как делить гроши, то про адміністрацию никто не помнит, и если есть возможность, это все делать самостоятельно. Хотя заходы мы не бы маем планировать для развития района. Поэтому такие нюансы привели до того, что между адміністрацией и Радой есть определенное непорозумение. Ну и все. Это мое бачение, принаймне, этого. 6 месяцев вы возглавляете Ширяевскую райгосадміністрацию. Назовите мне сходу коротко три главные проблемы района. Коротко, если одним словом. Это земля, оборудование и медицина. А как долго вы ехали сейчас из района в Одессу? Ну я ехал на автомобиле полтора часа. А расстояние какое? 120 км. Ну то есть в принципе состояние дорог не оставляет нормальное, не самые плохие, скажи. Я вам назвал те питания, на которые я имею прямой вплив. Тобто по дорогах, дороги звичайно это можно ставить на первые, ну не скажем після земли. Тобто земля все ж таки має пріоритетней значение. А по инфраструктуре справа в том, что вы знаете, что единственное до чего мы добились головы адміністрации это то, что подписали меморандум зі службы автомобильных дорог. Кстати, результаты какие-то есть? Вы уже как-то коммуникацировались? На данный момент нема, потому что еще не почали, ну лише провели тендеры, еще не почали жодных робот. А в меморандуме у нас зазначено, что с нами погоджуют помесячные плани роботи, они еще не сформованы. Не говоришь уже про саме виконание, ми еще просто не дійшли до самого тіла меморандума, для того, чтобы говорить, дие или нет, или нет. Но за первые три месяца моего работы, это последние три месяца 2015 года, были проведены работы подрядными организациями на дорогах Ширяевского района, про которые я не знал, которые я не мог контролировать в принципе. У меня есть надея, что хотя бы этого года эти небольшие деньги, которые нам выделят, что я смогу хотя бы контролировать их. В том плане, я на дороге, это един механизм того, как мы можем впливать на дорогу. Больше механизмов вплива на инфраструктуру у нас немало. Мы можем ездить неофицийными методами, пробовать домовляться, просить, чтобы на Ширяевский район выделили больше денег. Хотя я прихильник распределения справедливого и пропорционного, где выключенный женский фактор. Только хотел спросить вас, что это за неофициальные методы, и вы уже на него ответили. Я на меня не пользуюсь. Хорошо, Тарас, скажите, пожалуйста, вы одну из проблем выделили медицину. Как может райадминистрация повлиять на медицину? В чем именно повлиять, и в чем основная проблема? В чем ее суть? Врачей не хватает, либо обладывания я могу говорить, что обладывания недостатньо, но принаймні есть. Я маю с чем порівнювать, потому что я работал с лекарнями у себя на Батьковщині и в принципе обладывание на задовольном уровне. Стосовно кадров есть проблема. Например, в районе лекарни 42 посад заполнені 28, а по факту есть 22 лекаря, из которых некоторые лекаря работают на полтора ставки, через это выходит так, и некоторые лекаря уже або пенсионного, або перипенсионного века. И это проблема, нет психиатра, нет офтальмолога, есть только один хирург на все население. Это проблема. На 18 тысяч сколько населения? 27. На Тобто приезжают, главный лекар возвращается с проханием до областного офтальмологического центра с проханием, чтобы присылали областного лекаря раз в три месяца, раз в два месяца. Психиатр приезжает або ездит по доведке до психиатра в Фрунзевский район. Відповідно в хирурга великое навантажение, потому что он весь час может быть на месте. Например, останний раз, когда у нас была велика авария на Киевской трассе, где автобус вырезался в фуру, где погибли трое граждан Молдовы, тогда тот хирург, который у нас в Шириевской лекарне, он должен возвращаться терминово с Одессы, потому что он туда выехал на один день буквально. Конечно, это все за свои деньги и, конечно, это немного накладно. И в этом проблема есть. К сожалению, у нас не остается времени обсудить другие вопросы Шириевского района. Ваше видение их решения, но, тем не менее, у меня есть вопрос на последних, скажем так. Вы сказали, что завтра у вас сессия, уже собирают голоса за выражение вам недоверия. Что вы будете делать, если голоса соберут и вам выразят недоверие? Первое, это порушенная процедура, потому что районные ради и в других районах не считают потребно доводить до громадской о том, что они хотят принимать такие решения. Згідно закону про доступ к публичной информации есть 20 дней в рабочих для того, чтобы обговорить решение, его увидеть и дойти до какой-то выяснение. А сейчас это просто звук главы администрации, который не предупреждает за собой никаких наследований. Мы же говорим по сути. Даже если на следующей сессии они выражают вам недоверие, что вы будете делать? Ничего. Остальное слово остается за президентом Петром Порошенко. Я объяснил что оно было субъективным и не было под собой никаких подставок. Но я понимаю, что есть моё протистояние с правоохранными органами зараз, потому что они не реагируют на звернение. Відвертий оцей бандитизм, который разгулит по району, про который мы сегодня говорили в областном управлении национальной полиции в Одессе. Настолько сильно я буду этому протистоять, настолько сильно я буду не подобатись тем людям, которые хотят завершить эти процессы в области. Не в области, в районе. Тарас Бойко был гостем в студии «Вечер на седьмом». Говорили сегодня о перспективах развития и проблемах, которые есть в Ширяевском районе. Напоследок могу сказать вам, Тарас, что мне кажется, что большие амбиции иногда слегка компенсируют недостаток опыта. Если у вас этот недостаток где-то есть, я надеюсь, что вы все равно справитесь. Потому что почему-то это обновление власти, которое произошло. Все главы районных администраций в Одесской области возглавили новые люди. И хочется, чтобы вот эта борьба, которая, знаете, подковерная, такая неприятная, когда как крысы шебуршатся где-то под ковром либо под полом, чтобы она в конце концов закончилась. И все люди, которые хотят сделать что-то хорошее для своих районов, они могли это сделать. Я вам дякую. Сподеваюсь, что так и будет. Потому что у нас правда очень много часа забирая. И на самом розботок улучшается дуже мало. Дякую вам. Спасибо. Тарас Бойко из Ширяевского района был сейчас гостем студии. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на седьмом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова